НКО подставит плечо государству. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность государственных социальных учреждений стало основным итогом второго съезда НКО Подмосковья. Делегатами стали 1300 лидеров НКО из 68 муниципальных образований региона. Щелковский район представили 50 наиболее активных общественников. Второй форум некоммерческих организаций Московской области проходит в Доме правительства. Его организатором выступает общественная палата Московской области. Главная тема форума – проверить готовность некоммерческой организации выйти на рынок социальных услуг. При губернаторе Московской области создан Координационный совет, который возглавляет Ольга Сергеевна Забралова. И сейчас идет полным ходом передача некоторых полномочий правительства некоммерческим организациям. В регионе формируется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и перечень самих услуг, которые эти, самые организации, могут оказывать. Речь идет об услугах по уходу за лицами с ограниченными возможностями, реабилитационных услугах для детей, маломобильных групп населения. Такие организации берутся за работу, до которой у чиновников попросту не доходят руки, и они решают многие проблемы гораздо быстрее. По результатам проведенных конкурсов победителями стали 29 некоммерческих общественных организаций. Общая сумма, выделенная из бюджета Московской области, субсидии равна 23,7 миллионов рублей. Это большая сумма, серьезная. У нас есть сферы деятельности, в которых некоммерческие организации бывают более успешны, чем органы власти. Это, например, область межнациональных отношений в том числе, потому что у нас более 100 организаций, которые такую работу ведут, которые вносят свой вклад в то, чтобы вести работу над тем, чтобы решать большую глобальную задачу сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия. На четырех секциях активисты обсуждали условия работы социально ориентированных НКО, возможности развития волонтерских и добровольческих движений, участие НКО в защите экологии. Общественная палата Щелковского района поделилась практиками взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. Вы знаете, не пойду работать, пойду контролировать. Все желают, но делать это не умеют. Это вот сто процентов, я могу сказать. И мы создали группу общественного контроля, она у нас так и называется. Это там не два, не три человека, это несколько людей. Сегодня очень важный аспект был поднят. Это то, что контроль надо осуществлять грамотно в правовом поле. И именно во взаимодействии. Почему использовали нашу палату? Потому что мы в данном аспекте работаем и с представительным органом власти, органом исполнительной власти, прокуратурой, которая надзирает за этим делом. И тем не менее, вот за последние проверки, которые мы делали, условно говоря, нареканий со стороны надзорных органов мы не получили. В Подмосковье набирают обороты движения российских школьников Юнармия, созданная по инициативе министра обороны. В него могут влиться патриотические клубы и объединения Щелковского района. Для различных военно-патриотических клубов и объединений, которые работали по своей программе, а в рамках Юнармии, можно будет создать единую повестку, которая не отнимет у клубов и объединений своих индивидуальных наработок, но позволит им больше контактировать между собой. Общественная палата объединяет практически представителей многих социально ориентированных общественных организаций Щелковского муниципального района. Также при поддержке Общественной палаты был создан Центр поддержки социальных инициатив, который должен объединять и объединяет те общественные организации, которые именно социально ориентированы. В итоге делегаты поддержали скорейшее создание реестра НКО и выступили за создание единого портала волонтеров региона. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».